Как? Какой? Зачем надо снимать видео для кондитерской? Ну, либо там для тех, кто делает торты. Первое. Главная ошибка. Вы начинаете снимать, не знаю, рецепты приготовления. Вы начинаете снимать какие-нибудь там, не знаю, кулинарные каналы. Вы начинаете делать какие-нибудь там, типа, советы, лайфхаки. Я думаю, что это не работает. Первое. Надо показать экспертность. То есть рассказать о себе. То есть должна быть продающая история, продающая биография, продающая то, почему вы решили заниматься этим и почему это кондитерская. Второе. Это показать продукты. Почему ваши торты, ваши пирожные, ваши безе, ваши пироги такие вкусные. Ну, наверное, потому что, например, там, да, вот меня очень удивила в кондитерской одна фраза. Когда я спросил, чем они отличаются от другого торта, он говорит, ну, вы что, у нас кондитерская только на масле президент. То есть подразумевал, что во всех других кондитерских делают на спреде, а здесь только на качественном сливочном масле. И это, это цепляет. Вот то, да, то есть почему это работает. Четвертое. То есть вы должны показывать вашему зрителю, вашему потенциальному покупателю, отвечать на его все вопросы. То есть видео должно не только помогать ему в выборе, а отвечать ему на все вопросы. Например, как это работает? У меня вопрос. Торт, сливочный торт, ну, либо крем, вилковый торт имеет срок годности. И что происходит с этим тортом, когда его не покупают? То есть как вы его утилизируете? Потому что у меня есть сомнения, как у вашего потенциального покупателя, что вы его выставляете, то есть меняете дату и выставляете. Вы скажете, нет, это невозможно, это все. Ну, давайте будем честны. Давайте отработаем это на видео. Давайте мы покажем. А дальше сделаем акции. Например, там, да, что как бы после у вас кондитерская работает до 10 часов и, соответственно, хорошим контентом для социальных сетей о том, что типа сегодня в нашей кондитерской, скорее всего, останется вот этот торт и вот этот, и мы на него даем 50% скидку. То есть с 9 до 10 у нас там вот такая скидка, да, то есть, соответственно. Потом, опять же, какое видео? Естественно, кондитерская – это видеоотзывы. Если в случае с медицинским центром, с маммологом, психологом мы не можем давать отзывы, то кондитерская – это отзывы. Ну, давайте будем честны. Допустим, ваш кусок торта стоит 2 доллара. Вы можете предложить за хороший видеоотзыв этот самый кусок торта. Я думаю, найдется огромное количество людей, которые напишут вам, а вы за сравнительно небольшие деньги получите качественные, честные, причем реальные видеоотзывы. То есть вы обойдете вообще всех конкурентов, а люди всегда покупают у людей и верят людям. Дальше. Вы, когда выпускаете что-то, какой-то новый пирог, новый торт, новое пирожное, можете рассказать. То есть сделать сетилый плейлист, ну, допустим, там пирожное Павлова, да, либо там Шарлотка. То есть вы рассказываете историю этого пирога или торта или пирожного и приглашаете попробовать к себе в кондитерскую. Приглашаете попробовать к себе людей это самое пирожное. То есть пусть это будет морковный торт, пусть это будет классический, да, пусть это все. Вот. Следующий момент, чтобы я рекомендовал, это делать сочетание. Что это значит? Что если у вас кондитерская, то у вас сто процентов есть, наверное, какая-то кофемашина, есть там горячий чай, шоколад, что-то еще там, какой-нибудь еще там, чаи там морс и что угодно, да. То есть как, как, с чем, что сочетается. Ну, например, там, допустим, шарлотка хорошо сочетается там с чаем, там, да, или со стаканом молока. Я не знаю, но условно. То есть вот эти сочетания у вас должны всегда работать. Это то, на что люди обычно обращают, то есть вот то, что можно зацепить. И вы можете пригласить к себе, попробовать классический вкус, ну, допустим, да. Опять же можно какие-то делать эксперименты. И вы эти эксперименты, заметьте, не рецепты. Потому что многие начинают показывать кондитерские рецепты, да, непонятные телодвижения. Надо снимать полезное видео для людей и, опять же, показывать прелести, отвечая на вопросы ваших потенциальных покупателей. Поймите, ваша кондитерская, у нее радиус действия, как условно, красоты. Это примерно, ну, два-три километра. Люди могут, ну, очень редко кто-то пойдет в вашу кондитерскую, там, специально за тортом, за пирожным, если туда далеко идти, либо далеко ехать. Это очень и очень редко. Это пусть будет раз в неделю, но не ежедневно. Соответственно, ваш круг – это круг, условно, как и у любой клиники, да. То есть круг – это два-три километра, ну, пусть пять километров в радиусе. И здесь важно понимать, что люди, которые находятся в радиусе этого, вы должны их замотивировать прийти к себе. И это не брендированный контент. Они не скажут, типа, о, раз у них есть деньги, там, на такие классные видеоролики, то, наверное, у них будут хорошие пирожки, либо, там, хорошее обслуживание. Нет. Это полезный контент, который говорит и отвечает за вас на вопросы ваших потенциальных покупателей. Пара-бара-бам. Редактор субтитров М.Лосева